10 сентября на телеканале Универ ТВ прошла прямая связь с Сергеем Осиповым, главным врачом университетской клиники Казанского федерального университета. В студии обсудили ход прививочной кампании этого года, а также какие особенности нововведения появились. Особенность это охват населения. В этом году поставлена задача правительством Российской Федерации, Минздравом Российской Федерации охватить прививочной кампании не менее 60% населения. Обсудили также и один из волнующих вопросов этого года. Влияет ли прививка от гриппа на общий иммунитет и поможет ли защититься от COVID-19? Прививка против гриппа стимулирует в том числе и гуморальный иммунитет, который работает против грамма отрицательных бактерий. А грамма отрицательные бактерии это те бактерии, которые вызывают самые тяжелые, так называемые атипичные пневмонии, которые приводят к летальному сходу. Те пациенты, которые прививались в прошлом против гриппа, они легче переносят COVID-19, так как у них включается изначально механизм элиминации любого вируса, попавшего на слизистые оболочки. Как рассказал Сергей Осипов, еще в 90-х годах прививки создавались из-за оплегченных вирусов гриппа. Многие люди до сих пор верят, что прививки создаются именно так. Сергей Осипов развеял этот миф. В Россию пришли так называемые субъединичные вакцины. Чем отличаются эти вакцины от инактивированных? Там нет в принципе никакого генома вируса гриппа, точно так же, как и любого другого агента, против которого ведется прививка. Прививочная кампания в этом году проводится с 30 августа по 20 ноября. Рекомендуется поставить прививку в августе-сентябре, так как в это время вирусы еще не столь активны и организм успеет прийти в норму после прививки. Мы сейчас выезжаем и по институтам тоже, то есть мы стараемся максимально сделать комфортные условия для работников университета, для того, чтобы они смогли пройти вакцинацию. Также прививаются студенты, им предлагается привиться при заселении в общежитие. Полную версию прямой связи можно посмотреть на ютуб-канале Универ ТВ. Не забывайте в осенне-зимний период одеваться по погоде, принимать витаминизированную пищу и, конечно, носить маски. Берегите себя и свое здоровье. Кристина Надышина, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова